всем привет дорогие друзья сегодня 28 декабря сегодня у нас стояла очень солнечная классная погода но все-таки холодно и сегодня пятница поэтому давайте вместе с вами быстренько пройдемся по рынку потому что знаете куда сейчас отправлять на новогоднюю елку в общем давайте пройдемся по рынку я вам покажу что у нас в конце декабря продается и конечно же какие пятничный рынок у нас начинается с продажи вот таких вот предметов для того чтобы возделать огород продаются ланейские шаровары и как вы знаете зима это сезон цитрусовых и на рынке продают очень много цитрусов лимоны по полторы лиры и апельсины по 2 лире бананы по уже продают авокадо вот такие вот крупные авокадо 2 2 лиры бабулечка говорит не мешая на снимает на камеру в общем как вы видите здесь у нас цитрусовый рай сейчас на рынке не так много продуктов фруктов и овощей которые мы покупаем летом огурцы вот такие вот цены у нас на огурцы огурцы кабачки 5 лишь помидоры 2 лиры и огурцы тоже сейчас по 5 лир сейчас нет сезон поэтому огурцы достаточно дорогие помидоры по 2 лиры я купила маленькие помидоры по 4 вот такие вот совсем маленькие огурчики по 2 с половиной фасоль 6 помидоры по 3 лиры более крупные огурцы по 4 лиры мы также купили по 4 перец 3 лиры что есть на рынке из вкусного из фруктов есть бананы и яблоки апельсины мандарины ну и в принципе больше ничего нет мандарины вот они последние мандарины остаются совсем совсем маленький но конечно же начинается сезон апельсин по лире 50 крупные яблоки хорошие по по 4 лиры мы с айханом купили по 3 но и друзья как вы любите инжир различные орехи на рейке 25 лет грецкий орех продается цветная капуста кабачки нет кабачков сейчас нет баклажаны конечно же капуста куда без капусты но и различные приправы вот такие вот интересные помидоры смотрите таких еще не видела по 6 лир вот такие вот большие помидоры прям деревенские до деревенские помид помидоры 6 лет мы их тоже раньше покупали но я обычно беру вот такие вот маленькие написано что органические есть помидоры еще мельче вот такие вот совсем маленькие сегодня мы такие купили по по тоже по 5 лир картофель почем картофель картошка 3350 лук 5 лир бананы цены на бананы упали мы купили бананы по 3 лиры здесь по 4 и апельсины полторы полторы лиры вот уже последние мандарины мандарины по 2 лиры в общем как вы видите на рынке фруктов практически никаких интересных нет все достаточно стандартно конец декабря но конечно же всегда продают вот такие вот красивые красивые тыквы можно купить чищенную а можно купить нечищены вот так вот женщина стоит ее чистит очень много народу на рынке я не знаю с чем с чем это сегодня связано предновогодний хотя новый год тут особо так и не отмечается никакого значения он в принципе не имеет как отмечает новый год сидят семьи около телевизора и и на новый год турки жарят каштаны в этой стране традиционно продаются лук и картофель 350 уже 350 мы покупали по 4 уже 350 продается свекла вот из такой свекла я кстати делала суп поэтому свекла есть есть редиска морковь 250 вот такая вот есть продается здесь морковь она на самом деле черная и из этой моркови делают шалгам который я вам раньше показывала полторы лиры апельсины яблоки 3 лиры айва по 5 лир груши вот эти вот груши кстати очень вкусным их раньше раньше всегда покупаем по 5 лир есть еще вот такие вот но и банан аланинские бананы по 4 лиры мы купили целых три килограмма две огромные ветки каштаны друзья вот именно вот эти вот каштаны и стали жарят и эти каштаны кушают на новый год таким образом отмечают праздник собираются всей семьей жарят каштаны смотрят телевизор и отмечают новый год вот таким вот образом весь жарят семечки мы здесь тоже иногда покупаем айва из-за его получается очень вкусное варенье различные различные сухофрукты ну и конечно же огромные тазы семечек кстати вот эти вот семечки самые самые вкусные но я сейчас уже выхожу с рынка иду в сторону автовокзала чтобы сесть на автобусе отправиться на на новогоднее представление в стране картофель подешевле две с половиной и лук по 4 лиры ну в общем друзья когда вы идете на рынок всегда старайтесь обходить рынок сначала прицениваться выбирать товар который вам нравится а потом уже покупать никогда не берите сразу всегда еще здесь продают вот такие вот интересные грибы я не знаю что это за грибы кстати напишите в комментариях что это за грибы будет интересно ну а я уже пришла на автостанцию сейчас сяду на автобус до махмутлара и поеду мою на автобусной станции почему-то сегодня очень много народу конец недели может быть я не знаю а может быть народ едет куда-то в общем народу очень много и я пришла был автобус но автобус был полный мне придется ждать следующий автобус а а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, не сезон, никто не купается, но все равно... В общем, друзья, как вы видите, в декабре, как я всегда говорю, погода непредсказуема. Последние три дня шел ужасный дождь, а сегодня вот такая вот... Правда, температура воздуха сегодня около 11 градусов, но было очень солнечно. Поэтому в декабре мы не знаем, что ждать каждый день. Я надеюсь, что в этом видео я удовлетворила ваш интерес по поводу того, какие фрукты и овощи представлены на рынке, какие цены. Ну и в описании к этому видео, конечно же, смотрите по ссылкам температуру воздуха и температуру воды. Скоро Новый год, поэтому поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мы еще, конечно же, с вами встретимся. Ну а в этом видео я с вами прощаюсь. И мы уже увидимся в следующем видео на новогодней елке. И на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока! И что, дорогие друзья, подхожу я к отелю. Никого нет, света нет. Где должна быть елка? Никого нет, света нет. Я думаю, что такое, где Дед Мороз, где подарки, где дети нарядные, Снегурочка. Открывает дверь охранник и говорит, а никто не пришел. Как никто не пришел на елку? Да вы что? Люди готовились. Ну вы заходите, говорит, там два человека, сидят, ждут. Я опять не понимаю, что происходит. Захожу, сидят два человека, Снегурочка, Дед Мороз, как выяснилось, еще не переодетые. Я говорю, а где дети? А вот мы сидим, ждем, никто не пришел. Я говорю, ну как уже, полшестого. Ну сейчас руководительница придет, она тоже опасна. Я говорю, такого быть не может. И знаете, что оказалось? Что елка не сегодня, а завтра. Но все равно, я рада, что я приехала. Елку вы увидите так или иначе. А сейчас мы идем на рождественский базар, который устроили в Махмутларе. Я не знаю, что там есть. Рождественский базар в Алании вы видели, поэтому ссылка в описании смотрите. А сейчас мы вместо елки идем с вами на рождественский базар. Ну, в общем, посмотрим, что там есть интересного. Солнце уже садится. Давно я не была в Махмутларе, поэтому... Кстати, надо еще зайти кафет. Вот точно. Сейчас как раз прогуляюсь по Махмутлару и посмотрю, что же здесь изменилось. Поэтому прощаюсь с вами еще раз. Встретимся в новом видео. Всем всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!